Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Министерство обороны России представило свежие данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены 4 склада с боеприпасами в районах Мирная долина, Лоскутовка, Подлесная Луганской Народной Республики, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М-1» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе военной техники ВСУ и националистических формирований в районах населенных пунктов Белая гора, Новодружеск, Мирная долина, Подлесная и Волщеяровка. В ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и два взвода 152-мм гаубиц «Гиацин-Б». На огневых позициях оперативно-тактической и армейской авиации поражены 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерии поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области. Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой Народной Республики, Диброво, Капитоловка, Липцы и заводы Харьковской области. Кроме того, перехвачены 5 тактических ракет Точка-У, а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лазовский, Луганской Народной Республики, Лазовая, Кременец и Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькая и Топольская Харьковской области. Киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеины. По данным Минобороны, планировалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов с последующей высадкой десанта и захвата острова. В воздушном налете участвовали более 15 украинских ударных и разведывательных беспилотников. Их наведение осуществлялось двумя байрактарами. Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеины был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательно-беспилотный летательный аппарат ВВС США «Глобал Хок». Прикрытие украинских беспилотников обеспечивали зенитные ракетные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Одновременно по острову наносились ракетные и артиллерийские удары баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами «М-37» с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. В итоге все средства поражения противника, выпущенные по Змеиному, были уничтожены российскими средствами ПВО. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру. Ударом противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы в Черном море «БК-1» и «Крым-1». На одной из них начался сильный пожар, возникла угроза экологической катастрофы. В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2». На острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц «М-37». Авиации ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области. Теперь к ситуации на фронтах. На Харьковском направлении российская артиллерия поразила места дислокации противника в Чугуеве, Старой Гнилице, Харькове, Дмитровке, Грушевахе, Вернополе, Великой Камышевахе и граничащей с территорией ДНР Мазановке. Ожидаются бои за Великие Проходы, Цуповку и Дементьевку. В СУ предприняли очередную неудачную попытку переправиться через Северский Донец и выйти к Изюму с запада. Противник отказался от попыток отбить Терновое и Рубежное и готовится к обороне Старого Салтова. Огневые позиции боевики традиционно оборудуют в жилых домах. На Изюмском направлении в СУ продолжают вести обстрелы российских позиций. Командование противника забрасывает в Изюмский лес ДРГ, чтобы оттянуть внимание силы Вооруженных сил России от наступления на Донбассе. В окрестностях Барвенково регулярно фиксируются полеты украинской тактической авиации. На Славянско-Краматорском направлении на ряде господствующих высот размещены опорные пункты ВСУ с французскими САУ «Цезарь» и американскими гаубицами М-37А с управляемыми снарядами «Экскалибур». В Северодонецкой агломерации российские войска продолжают подавлять позиции ВСУ в промзоне Северодонецка и Лисичанске. Украинские военные, находящиеся на химическом заводе «Азот», стали вывешивать белые флаги. Ситуация для ВСУ тяжелейшая. Союзные силы наступают с юга на Мирную долину, Рай-Александровку и Николаевку для выхода к южным окраинам Лисичанска и перерезания снабжения украинской группировки. Силы ВСУ, обороняющие Горское и Золотое, находятся в оперативном окружении. Тем не менее, подразделения ЛНР установили лишь условный огневой контроль автомагистрали Лисичанск-Северск-Артемовск. Транспорт ВСУ с необходимыми боекомплектами пока ухитряется прорываться в Лисичанск. На Солидарском направлении отряды ЧВК «Вагнера» вошли в село Кленовое на трассе от Светлодарска и ведут бои за Покровское на подступах к Артемовску. Тяжелые бои за Белогоровку и Берестовое. Бои в районе Семигоря и Вершины. В окрестностях Углидара подразделения 1-го армейского корпуса ДНР дают отпор украинским диверсионно-разведывательным группам в районах Розовки и Волновахи. Тем не менее, мощные укрепрайоны ВСУ на господствующих высотах во Владимировке, Углидаре и Великой Новоселовке на текущий момент не позволяют организовать наступательный бросок на сеть укрепрайонов Западнее Донецка, откуда регулярно ведется его обстрел. На Запорожском направлении российская армия передислоцируется и сосредотачивает силы и технику в преддверии наступления. А пока наблюдаются вяло текущие контрбатарейные дуэли на отрезке Васильевка, Орехова и вдоль магистрали М-18. Подразделения ВСУ и НАСБАТы осуществляют спешное возведение 1-й и 2-й линии обороны на южных поступах к Запорожью в квадрате Степногорск, Камышеваха, Малокатериновка, Новотаврическая. В среду на освобожденных территориях Донбасса, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей солнцепека не будет, поскольку синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, вдоль которого сконцентрируются массивы кучево-дождевой облачности, сопровождаемой освежающими залповыми ливнями, артиллерийской канонадой гроз, зарядами града и шквала, что собьет зной и понизит температурный фон до положенной климатической нормы. Ожидается облачность 7-10 баллов, многослойный кучево-дождевой высотой 500-800 метров, при дожде провисание до 300-500 метров. Кратковременные дожди, грозы в облаках, обледенение, болтанка, электризация. Ветер у земли северо-западный 5-10 метров в секунду порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 22-27 градусов выше нуля. Введение противникам воздушной разведки и космической разведки с использованием оптико-электронных средств, фото-инфракрасной разведки, а также обнаружение, распознавание, классификация целей по метеоусловиям на данном операционном направлении крайне затруднено. Гидрометеорологические условия в районах целей отрицательно скажутся на возможность и эффективность применения таких современных средств поражения ракетных войск и артиллерии, как управляемые артиллерийские снаряды, кассетные боевые части, боевые части ракет с головками самонаведения, а также на специальные боеприпасы. В условиях прошедших дождей малоэффективно применение зажигательных боеприпасов, так как осадки увлажняют надпочтенный покров и исключают возможность его возгорания. Из-за ливни и размокшего грунта средняя скорость движения автомобильных колонн ВСУ может снижаться на 30%. При движении вне дорог эта зависимость будет проявляться еще в большей степени. Применение же стратегической авиации России с пусками крылатых ракет и бомбометанием со всеми типами головок самонаведения по целям большой протяженности с применением достигнутой точности воздушной навигации ограничений не имеет. Пуски крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении и применение торпедного и артиллерийского оружия надводных кораблей с акватории Черного моря, где ветер усилится до штормовых 18-23 метров в секунду, а высота волн будет достигать 1-2 метров, маловероятны. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Продолжение следует...